Политическим экстремизмом. Ну, есть сумасшедшее количество мужиков, которые бегают голыми на футбольных матчах, но они против чего-то протестуют. Ну, это такой понштюк совершенно, который не имеет отношения к политической реальности. Более того, межгосударственные отношения, они не так очевидны, как мы к этому привыкли. И политика – это искусство несбывшегося. Выглядит это так. А если мы вам наступим на что-то, что сделаете вы? А мы вам ответим так. Да, для нас это неприемлемо, поэтому мы не будем делать так, вам не придется делать вот так. Для населения и, в принципе, для большинства это не очевидно, но вот эта борьба зачастую значит гораздо больше. Потому что если нет возможности болезненно ответить для оппонента, то действительно произведут некие очень неудобные шаги, которые сильно отражаются на том самом населении. И здесь гипотетическая слабость государства едва ли не страшнее, чем какие-то реальные вещи. И, к сожалению, опять же, наши не очень умеют играть в эти игры. Ну, собственно говоря, там те же списки Магнитского – это такой очень детский ответ, причем ответ в заранее проигрышной парадигме. Ну, чтобы понимать, представляем себе, один человек сидит наверху и плюет вниз на другого. Асимметричным ответом нижнего товарища было бы плюнуть наверх. Другое дело, что большую часть того, что он плюнет, он получит себе же на голову. Ну, вот это сродни нашему ответу. В этом случае обычно идут асимметричные действия, которые мы, к несчастью, не умеем просчитывать. Условно говоря, к асимметричным действиям относятся взять и кинуть вместо плевка кинуть камень. В нашем случае это удар по тем или иным финансовым интересам. Но для этого нужно обладать нужными инструментами, их подготовить заранее. И в этом большая проблема как раз государства. Асимметричные ответы, они всегда проигрышны. Потому что человек, который затевает то или иное действие, их автоматически нивелирует.